всем привет друзья вы на канале черничный хутор где семья живет в лесу но в данный момент она путешествует мы находимся нас на мальдийских островах а ученые между прочим предсказывают что в этом столетии их уже затопит океаном надо пока не затопило здесь попутешествовать в этом видео вы увидите столицу мальдив локальные острова где живут местные жители и острова resort куда ездят отдыхать туристы влетали мы на мальдивы из новенького аэропорта абу даби добирались примерно 5 часов первые впечатления были сразу же негативные воздух был влажный привлажный аэропорт бедный при бедный даже кондиционеров не было в аэропорту нам сразу же нужно поменять деньги на местные в банке курс был 15 мальдийских руфий за 1 доллар сразу же к нам подбежал местный меняла и предложил 16 за 1 доллар да и мы конечно же поменяли у местного валютчика заодно у него ли 100 долларов симка получили 1600 мальдийских руфий они кстати тоже полимерные не бумажные прозрачные потому что здесь повышенная влажность стране прям в аэропорту без паспорта продают такие sim карты 20 гигабайт мы взяли за 40 долларов нам должно на недельку хватить надеемся первые впечатления обманчивы потому что совсем по-другому мы себе представляли эти райские острова мальдивы и теперь поделимся вай-фаем и автоматически мы решили первые сутки провести в столице мальдив городе мале и мы заранее сняли номер вот наш номер стоит 75 долларов вот так себе маленький чайничек холодильник 7 сейфа нет а если он был бы этот сейф и через окно украли ну как бы вроде кондиционер есть но постель чистая это уже хорошо ну и вот такой вот ванна душик сюда сразу все стекает ну в любом случае мы сюда на воде приехали только на один день а дальше поедем на острова где поменьше народу и больше кислорода но обследуем этот островок сейчас вечером надо перекусить такое количество мопедов и тогда и никогда не в одной стране мира вообще перейдем в том что тут расходят видео ха 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 целая улица мотоциклов мопедов основной вид транспорта для передвижения тут этот остров может заплатить пучком пройти они нам где-то палят пешуха такая оглядываешься не успеваешь даже сконцентрироваться эти мопеды везде просто где мы страшно мале это единственная столица в мире которая расположена на острове и этот город входит в число наиболее густо населенных городов мира только представьте себе на шести квадратных километрах живут более двухсот тысяч человек не считая туристов в том числе а где райс райс и фиш и фиш Дима, ты, мне кажется, проголодался. Да я не знаю, мне просто надо посмотреть, что я вообще. Что я вообще-то езжу с чем-то. Ташка в мундерах. Я вообще не знаю, что я брал, кортета какая-то, но я надеюсь, мы сможем по островам путешествовать после вот этого всего. Я думаю, что завтра. Вкусно? Вроде ничего такое блюдо эти. Я так понимаю, это баклажаны. За все вот это, что сейчас видите на столе, 231 руби мы за все это отдали. Салат просто специй. Все супер острое. Все острое. Баклажаны острые, кортеты острые. Друзья, первое впечатление об Мальдивах, что мы попали в Индию. Только Индия такая не буддистская, а мусульманская. То есть тут та же Индия. У меня во рту сейчас спичку поджечь, я буду как драконом не бежит вообще. Конечно. Но мы сюда пошли, друзья, не просто ради экстрима. Мы ехали. Таксист в одно говорит. Вот это говорит, супер, говорит, фут. Ну мы, говорим. И мы сюда специально еще километр в Чаполик. Вот сюда, когда мы супер фут. Что мы тут нашли вообще? Вот сюда. Она прям сладко расшалка. Дезинфекцию и профилактику мы сделали сразу, наверное, все время. Я сейчас только чувствую, что я губы качнул. Они горят. И желудок полностью, я чувствую, какой он перчетый у меня. Прямо там горит, да? Такое прямо. Сначала, когда я садился кушать, я думал, я отравлюсь. Ну, когда поел, тут не отравишься. Тут я килограмм еды съел и 500 грамм перца. Я не знаю. Мне уже страшно просыпаться утром. Что будет завтра? Да вообще, как состуть. Я просто перчетый. Кто хочет понять мое состояние, идите съесть. Ну, хотя бы грамм 200 просто перца вот так вот. Мало того, что кроме перца там какие-то специи, приправ своих, где-то они там. Я огнежедышащий дракон с черничного хутора. Мне кажется, я крабика поймал. Вот он точно, крабик маленький. Вышли, вышли к океану. Все-таки ради океана мы сюда приехали. Но я уже чувствую себя обманут. Причем один человек меня кинул в банк. Ну, я не против, я не говорю. Это таксист. Короче, мы в аэропорту стоим. Стоит 20 таксист. Такси. И один человек только садит по такси. Мы говорим, сколько будет стоить? Он говорит, 70. Ну, мы сели и все, русли, едем. Дали таксисту 100. Таксист приехал, сказал, ну, у нас 100 стоит. Ничего не знаю. Ну, то есть, ну, 2 доллара, ну, просто неприятно. И причем, когда таксист ехал, такой, о, говорит, суперфуд. Типа здесь мой. Я говорю, мы такие, да, тут хорошо. Он говорит, да, здесь хорошо, кормят вкусно. Вот так вот. Мы с отеля 2 километра валили к этой суперфуд. Я не знаю, как теперь заснуть у меня. У меня желудок горит. Чего заснешь? Это полезно. Сейчас единственное, что мы хотим тебя спасти, это найти, где тут выжимают соки свежие. Ну, вот заказали мы 3 свежевыжатых сока. Мы каждое утро и каждый вечер в Эмиратах пили сок. Стоил там он примерно, даже не примерно, самый большой стакан 2,7 долларов. Тут обычный стакан 5 долларов. То есть, получается, в Эмиратах дешевле сок в 2 раза, чем в Мальномальдивах, в самой такой забегаловке на Мале. Да? Ну, что делает, как говорится, курортная жизнь? Повышает цены. Я не знаю вообще. Я пока что просто разочарован и расстроен. Я не знаю, что будет дальше. Антон. Все самое интересное впереди. Я надеюсь, сервиса никакого, цены в 2 раза дороже. Ну, лучше бы мы сюда пошли сразу. Ну, отдали бы чуть-чуть дороже. Тут же будут хоть какие-то красивые европейские морские блюда есть. Ну, молодец, запомнил он даже то, что заказывал. Слушай, теперь классно, почувствоваться не надо. Мы себе наесть и пошел. Я проснулся и все. Идем посмотрим, как тут море на этом Мале. Пока что я вижу, что это далеко, вообще далеко, далеко не Мальдивы. А они вчера здесь, я так понимаю, в шахматы играли всю ночь. В шахматы. Да, по нашему вопросу. Что-то шумели очень так, я не знаю. Это, видно, последствия. Пить не пьют, но на Эргете как конкретно, смотри. Да, кстати, на Мальдивах абсолютно сухой закон. Тут нельзя не то, что пить. Тут даже провести сюда алкоголь нельзя. Ну, а таксист там говорит, кашеш. Нет, он говорил, что вино и все предлагал. И виски, говорит, все предлагал. Первыми Мальдивы заселили индусы. Тут до Шри-Ланки всего лишь 700 километров. Но примерно в 12 веке сюда приплыли аравы. И все население приняло ислам. Получается, Мальдивы мусульманская страна. И тут строгий дресс-код на пляжах. Пляжи для туристов отдельные, где можно плавать в бикини. Вот как раз таки на Мале пляжи только для места. И у вас, конечно же, сейчас в голове вопрос. А как же мы попали на Мальдивы? Все же знают, что мы собирались на Шри-Ланку. А все просто. Мы, как всегда, сидели на авиаселф. Искали билеты себе, куда полететь. Смотрим. На Шри-Ланку 230 долларов самолет. А на Мальдивы 110. По сути, мы сюда прилетим на 110. Отдохнем здесь. Насладимся Мальдивами. И еще найдем билеты за 110. И полетим на Шри-Ланку. По сути, кто-нибудь летал вообще на Мальдивы за 10 долларов? Никто. А нам вообще получается, что мы на Мальдивы залетели бесплатно. Вот это яркий пример, как авиаселф помогает экономить. Ну, слышишь, что там такого воздуха? Никакого воздуха на Мальдиве никогда не было. Он влажный, морской. Во рту. Он такой есть диетизированный, да? Как будто вот ты сейчас ешь какие-то морепродукты. Ну, вот чувствуется, что мы посреди океана. Воздух обалдеть. Да-да, есть такое. Йодом дышишь. Настоящим йодом. Есть столько света, аж мы с Антоном не можем открыть глаза. Аж мы с Антоном не можем открыть глаза. Пошлинувшись, просто капец. Аж просто... Аж прямо... Солнце, смотри, оно же за тучи. С облаками, да? Солнца особо нет, да? А прямо, вот, я не могу. Мы на экваторе, друзья. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вода намного теплее, чем мы в Ураге. Она просто шикарная. Горючка. Но все купаются в одежде. Мусульманская страна. Пляжа оборудованного нет. Где переодеться нет. В бикини нельзя. В Антите, по-моему, тоже будешь одетая купаться. К нам подошел какой-то мужик, только что показал удостоверение. И сказал, вот так вот. Вещи, говорит, ни в коем случае не оставляйте. Ну, очень много таких вот приезжих индийцев. Реально вот стоим на вещи после этого и смотрим. Ну, а вообще тут не опасное место. Наверное, тут обидеть могут только люди. Тут нету скорпионов, нету змей. И собак даже нет. Даже собак нету. Поэтому, если отсюда я перелечу на Шри-Ланку, где-то у меня какие-то будут укусы, это Валя. И Антон. И Антон. Так какие у нас планы, друзья? Здесь оставаться не интересно, опасно. Надо ехать по островам. Поэтому мы пойдем по мере возрастания. Сейчас поедем с этого какого-то непонятного отеля, номера. Поедем в гостхаус на какой-нибудь остров. Да? Поедем сначала в столицу, посмотрим. Ну, сейчас пройдемся по столице, да. И вечером поедем... Вечером в обед на лодку и... Поедем на какой-нибудь другой остров. Тут, кстати, островов на Мальдивах не десятки и даже не сотни. Тут тысячи островов, тысячи. А из них людьми населено только 200 островов. Причем есть острова, на которых выращивают овощи. Мы, кстати, туда и поедем жить, где выращивают овощи, а потом развозят по всем Мальдивским островам. И фрукты тоже. Есть остров Птицефабрика. Говорят, что здесь даже есть остров Кока-Кола. А я думал, что ты скажешь, что еще остров есть или будет черничный кутор. Как бы нормально. Зинка бы заценила. А белке кушать нечего. Музыка в Кока-Кола на Мальдиве. Не, ну все равно хоть какие-то морские морепродукты красивые. Я вообще не такое люблю. Давайте найдем этого таксиста, который нас вчера кинул. Поехали в аэропорт. Ну что, как вам Мале с утра? Ну, мы не хотим больше на Мале. Мы хотим на Мальдивы. И вообще, а если честно, то уже потихонечку привыкаешь к этим мотоциклам. К этому мусору. Но хочется отсюда уехать. Антон говорит, а если у них здесь байкер с лед? А Валя говорит, так у них здесь каждый день байкер с лед. Ездят один за одним. Я раньше никогда бы не обратил внимания, но нет ни одного электроскутера. Все бензиновые. Все. То ли, даже не знаю почему. Сюда же бензин тоже надо на остров как-то завозить. Вот место. И вот именно тут будет строиться, наверное, новая гостиница, отельчик. И вы посмотрите. Они покупают, закупают гравий для строительства. На Мальдивах такая влажность. Вот поэтому у них деньги небумажные. Посмотрите, это ванна. И видно, что они это моют, но все равно с плесенью. Мы когда заселились, он какими-то дезодрантами побрызгал. А сейчас привернулись и воняет плесенью. Тут жить нельзя. Срочно переселяемся отсюда. Полноценный фруктовый рынок на Мальдивах есть только в столице, на Мале. Многие плоды привозят из Шри-Ланки или Индии. А на некоторых Мальдийских островах выращивают кокосы, бананы, папайя, ананасы. Так, этот таксист тоже сказал 100. Но ничего. Походу, тут они все говорят 100. Не, ну если мы сейчас едем дальше, чем аэропорт, то мы дальше будем. Смотрите, все-таки эти деньги, Антон, они не только не намокают, они не рвутся. Я не знаю, какое усилие надо приложить, чтобы они порвались. Они не рвутся. Скоро у нас такие, наверное, будут. И не мнутся. И не рвутся. Лиз. Без сдачи, да? Главное, не спрашивай, где поесть. Хорошо. Я тебя услышал. Он так проверял их, сейчас бывает, что он их рвал, проверил, не порвал вроде. Целые, да? А то могли завести, да, здесь. Говорит, я работал с поляками. Но это... Украина тоже, да, и ваша страна тоже говорит язык, же? Что? Что-то язык, язык, же? Это же язык? Как украинский, да. Да, да. Такси такое нормальное, лобовуха треснутая, сзади подшипники гудят, ездят они все медленно, праворульная и такая система дорожного движения же правополосная, досталось им тоже походу из Англии, Англия и до сюда добралась. Ну ездят все аккуратно и медленно, автосервисов здесь походу нету. Мухи есть, да? Тунир. Отделяет мясо от кости. Тунир. 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 Продолжение следует... 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 лодках, паромах, скоростных катерах. В столице Мале мы пробыли сутки и мечтали быстрее отсюда уехать. Вот такие талончики вы купили. Поскольку 15, да? 15, 15, 45, да? 15. В общем, мы на этой лодке добираемся, на нашей скоростной лодке. Поверхность всех Мальдийских островов самая равнинная на нашей планете. Средняя высота над уровнем моря всего лишь 1-2 метра. Ученые предсказывают, что острова могут уйти под воду уже к концу 21 века. Среди 1200 островов только около 200 обитаемы, и еще несколько десятков островов занимают поединенные частные отели. Еще в Эмиратах нам подсказали таблетки, это чтобы было нормально в лодке. Чтобы нас не укачивало. Чтобы не укачивало, да. Я в своей дисциплинарке не уверен, Валя тоже. Антон поедет без этих таблеток. Не хочешь? Не надо, мы упрашивать не будем. А мы хотим, чтобы ничто нам не испортило наш отдых. О, наш едет наконец-то. Мы когда были на рыбном рынке, вот такие упаковки, рыбу запаковывали. И скочим по кругу, то есть термоящики, три мотора по 250 л.с. Сейчас мы направляемся на остров Тонту. Это крупный сельскохозяйственный остров, он снабжает столицу и другие острова фруктами и овощами. Добираемся самостоятельно. Можно было поехать на пароме за 10 долларов или на фруктовой лодке за 10 долларов, но дорога бы заняла 4 часа. Чтобы было быстрее, мы как и все туристы поехали на лодке спидбот. В основном все так и добираются, но если у вас очень дорогой шикарный отель, то за вами могут прислать персональную яхту или даже самолет, который садится на воду. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Качает? Ноги качает? А у меня ноги качает. Вы так хорошо стоите летом посмали. Вообще, хорошо проявляем. Пошлите искать наш отель. Это заправка такая. Лодки заправлять. Тут походу дождь был. Ложи стоят. Видел? Здесь сейчас летают ночью лисицы. Это как по Бэтмену, ты не знаешь их. Похоже, как по Бэтмену, да? И они, короче, похожи как по Бэтмену, да? С такими крыльями, да, эти летущие лисицы. Их много будет здесь. Покажешь. На США тоже их очень много. Вы знаете, что мне нравится больше всего? Здесь тишина. Да. Мне нравится, по-моему, все. Наконец-то мы уехали с этого Мирополиса. Ждем заселения. Пошли, может, посмотрим на море. Да, надо сходить. Все, друзья, засели. Выходите. Заселяемся. Наш гестхаус. О! Тут у нас уже и сейф есть. Кондиционер. Телевизор. Для экономии дверь в бок. Ну и вот. Душ. Душ, ванна, унитаз. Если честно, мы ничего и не ждем такого сверхъестественного. Для острова это вот. Мы взяли его на несколько дней. Понравится? Продлим. Не понравится? Просто поедем над другим. Холодильничек маленький. О! Даже такой вот переходник на все виды розетки мира. То есть у них же получаются такие английские. А есть еще и так, и так, и так. То есть с какой бы страны мира турист не приехал. Любое, любое зарядное устройство он сюда вставит. Так, кондиор есть? Это есть? Ну, мне здесь даже больше нравится, чем на Мале. Пока что тишина. На улице непонятно кто поет. Шкварчит. Стребечет, шкрикочет, что там такое нельзя. Пока что уже начинает его знать. Мальдивы, которые видели по телевизору. Все, я люблю Мальдивы. Мы тут начали пересчитывать наши финансы. Пластиковые. Стучаться и вот это сервис. Вот это я понимаю. А что вы решили тут купить? А мы решили посмотреть, сколько цены на смузи. Ну, так смузи, смотри. 60, 45, 50. Ну, а на Мале тут опять же пили по 100. Ну да. Видишь? Я люблю Мальдивы. Мале это не Мальдивы. Рассветает, я посмотрю. Но смотрите. Тут нет мусора. На этом острове все аккуратненько. Вот мусорка стоит. Все. Ни одной бумажки, ничего. Еще завтра днем посмотрим. Так, запомнили здесь? Малдивы, где? получается вот здесь цены носок точно такие же как в эмиратах тоже по 3 баксов это вот по 3 доллара каждый вкусно при тебе же выжимают но ты понимаешь что на тебя не выползет никакая змея не нападут не те собаки что-то все пчелки какие-то этого одна пчелка без хвоста а второй завернута везет этим когда ни одной собаки на острове они ходят как хозяева сари по пляжу ой да смотрите это вот так что рыбак поймал рыбу а потом на нее же на крючок надевается ловит это не наши копейки я не знаю лови дальше каким еще да точно какие интересные слушание сразу красные ухты какой-то страшный чувак у ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю везде были а этот белый цветом сцени геральность из целого этого сходняк и все разные смотрю еще какой-то с 3 у этого фигурки где где а посвятитова уйдешь куклы тут много что за сходка у вас тут и всех разные ракушки все разных цветов что там что там он ей кусает притворяется мертвым у меня такой уже кусал они кстати очень сильно кусают дабы сильнее чем раки намного вот хочешь взять руки нам очень вкусу чем еще не очень шустрые быстрые стоять попался который на базаре кусался не кусаться не кусаться не кусаться на лысину сейчас залезет она что по воде до под ног валить бочком бочком добрый день как как дела у будет случайно не лазить ничего делать черепаху смотрите это же голова черепахи смотрите какая маленькая ракушка а нет это не ракушка я не знаю что подожди я его боюсь такой большой наверное знаю что они когда подрастают переселяются в другую ракушку сутри какой он большой ракушка мягкая 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 ракушка раскинул одну сейчас нарастет у него другая мне кажется залезет другого нет ну прям а как у меня на россии а где он возьмешь залазит находят ракушку и залазит это же какая ему на нужно ракушка живой обед ночная жизнь кипит тут просто дискотека смотрите этот здесь ты чё закопался вылазь кому чтобы мы помещем нашли мести еда а как они а как они осветит еще двое что они тут делают мне кажется это брачный сезон да нет это дерутся вот или Антон ты наверное был прав сейчас я тебе покажу кое-что он залез в этот точно в ракушке смотри он в колпачке живет смотри о вылез залазь назад свой колпачок блин извини друг я его дома лишил заглазь посмотрите какого он фиолетово цвета он короче жил в синем колпачке и стал синим если живет в красном ракушке будет красным залазь залазь свою эту а если он в полторашку влезет еще Антон уже штук десять поймали что пойдем сейчас варить или не будем наварчик сделаем ну я скажу что кусаются они намного сильнее чем чем рак и и не очень сами по себе мощные сильные побежал большой супермаркет вообще на этом острове яйца на развес хочешь белые упаковок нет хочешь коричневые яйца на развес серьезно рыба которую мы сегодня покупали тунец а там ценник есть вот это точно тут нигде ценник вот давайте на нас надо кушать что хлеб А вот это что? Это типа чипсы с рисом, я так понимаю. Обжаренное чем-то, видишь как? Пока не видишь, не сразу. Любимый фрукт Валентины. Смотри, у них йогурты, они просто стоят на полке, не в холодильнике даже. Тут прохладно в супермаркете. Блин, ну все равно это. Вот это что, Антон? Вот, что это? Это колбаска. Спроси у них, что это. Кокос с сахаром. Коконат? А давайте выпьем. Ну и как всегда мешки рис с рисом. Давай так попроживаем кокос кушать. Я думал, сигара какая-то. Она прямо в листьях заматана, да? Да, это что получается. Вот, смотри. Сахар с кокосом. Она так и сказала. Баунти, да? Ага. О, моя. Баунти просто без шоколадки. Классная штука, просто вот чай попить сюда. Вот. Вот после первого обследования острова, все русскоговорящие, русскоговорящих просто 90%. Ну, кстати, вот это надо будет завтра купить к чаю. Очень вкусная штука. Да, между прочим, сахар-то тростниковый. И натуральный кокос, натур-продукт. Который здесь растет. Да. Выпил сок кокосовый. Дальше там используют стружку. Безоконные производства. Что на закладке? Что на этом острове есть? Достоинвещательностей нету. Море, песок, пляж. То есть сейчас завтракаем, будем на море, и все. А мы приехали, что ли? Достоинвестный сосуды? Сегодня у нас просто чилинг, да? Сегодня. А потом посмотрим. Может, поныряем. Все, номер закрыли. Идем на пляж. Территория нашего гестхауза похожа на такие вот джунгли. Опа, номер, сожди, нет? Ну. Все как у нас-то это один в один кискаус, как санзивари был, да? Все то же самое. Похоже, только зелени больше. Да, здесь. Да, там зелени меньше. Потому что здесь дожди чаще идут. Вчера очень хороший дождь прошел. Здесь они, по ходу, часто идут. Но вообще, говорят, что когда идут дожди, то дождевую воду для питья собираются и бедные, и богатые. Тут же ж на островах, на Мальдинских островах нет ни одной реки, нет ни одного озера. Но острова. И, кстати, видите, тоже нет ни одной сватирной дороги на острове. Ты же не будешь здесь котов завозить со свальта бетоном. Но здесь тише, напротив Мале, здесь так тихо, здесь так пару мопедов стоят, и то никто не едет. Если с острова Малья было желание побыстрее свалить, то здесь уже даже хочется задержаться. Продлевать будем? Нет. Кокосы растут. На острове проживает примерно полторы-две тысячи жителей, и он как-то поделен на две части. Половина острова тут выращивают эти культуры все, которые потом по Мальдинам размастятся. А половина островов, это у нас половина этого острова гестхаузы. Причем, походу, их держат только местные жители, надо узнать. Видите, по-русски написано. Тут очень много русских туристов русскоязычных. Стоило нам немножко побыть на острове Тоду, сразу же первые негативные впечатления от Мальдив рассосались. На острове такая непридужденная, босоногая атмосфера. Местные жители ни разу нам не сделали никакого замечания, а наоборот, были очень дружелюбные. Кстати, Мальдивы это единственный архипелаг в мире, где все граждане являются мусульманами. И ислам является единственной разрешенной религией и является обязательным условием для получения гражданства. Также на каждом острове есть мечеть. Следовательно, на островах запрещено употребление алкоголя и действуют строгие правила морали. За исключением курортов. Такое внутричувство безопасности, ты знаешь, что на острове нет ни одного пьяного, нет змей, нет собак, нет никакой преступности. Жара, открытое солнце и песок действительно не горячий, вообще не горячий. Чуть-чуть тепленький. Песок не нагревается вообще. Посмотрите, из чего он состоит. Песок состоит вот с этих кораллов. Мальдивские пляжи даже на фото невозможно перепутать с каким-либо другим. Белоснежный и невероятно мягкий песок кораллового происхождения – одно из главных достоинств райских островов. Коралловые пляжи составляют лишь 5% от всех мировых пляжей, а на Мальдивах они повсюду. Белый песок Мальдив состоит из непереваренных кусочков измельченного коралла, выбрасываемого рыбой попугая. И он не нагревается на солнце. У нас пошел дождь. Утром мы ходили на один пляж, там где рассвет, он сказал. А сейчас пойдем туда, где закаты. И идем вот через такие, посмотрите, что творится. Через вот такие вот ситуации, где люди ухаживают. Все такие интересные. Остров обитаемый, но тут очень мало населения. Причем они такие все занимаются сельским хозяйством. И поэтому тут висят бананы, кокосы. Посмотрите, какая у него лестница. Он посанкует деревья, да? Да, посанкует. Я неудиваюсь, если ему лет 70. Не, ну он с вами был, а это мужчина. А лазик, смотри, какой ловкий. Что-то ракушечник такой-то, да? Да, ракушечник с пляжа. Ну, это вот такой песок здесь. Вот они его используют все-таки для строительства, но и покупают какой-то. Добавляют туда цемент. И получают вот такие вот блоки. Цемент, прожить плюс ракушечник. Все, и строят отели, дома. Блоки из ракушек. Причем для строительства песок на пляжах не берут. А добывают его в море и потом возят на лодках. Кафе и ресторанов на острове достаточно. Но нам так вчера понравился тот сок, что мы, конечно же, вернулись сюда опять. Поныряем сейчас. Вообще, напротив Красного моря, нигде, наверное, больше кораллов разноцветней и рыбы разнообразней нет. В доступности именно в шаговой, да. Ну, вот как риф хороший именно. А так вообще считается еще большой коралловый риф в Австралии. Типа самый крутой. Ну, туда надо все плыть. Так же, как и здесь, вот, например, надо плыть. Черепашки вот на этом пляже, между прочим, есть. Кто-то говорил с отдыхающих. А так вообще надо плыть, например, те же манты, да, куда-то плывут, смотрят на рифы какие-то, выплывают. Стандартное. Просто ты же с берега вышел и сразу в отель, понимаешь? Это вот в Египте вот этот момент, что доступность именно с берега сразу. И он риф хороший сам по себе. Вот проверим. А так особо развлечений, ну, какие тут еще развлечения могут быть? Могут вас возить местные на ночную рыбалку, на дневную рыбалку, на крупную рыбалку. Самое длительное развлечение здесь это спать. Кстати, знаю, здесь совсем, здесь из-за того, что влажно так вот и как-то, я не знаю, здесь хочется спать всегда. Поэтому, наверное, они не особо сильно работают. Тут вот мы сейчас слышим голоса, чакры очищают там. Сюда придут вот из-за этого, из-за того, что здесь такая расслаблуха, сонливость. Именно сюда все, ты отвлекаешься от всего мира, и они вот сейчас сюда приезжают, тут какие-то, проводят какие-то практики. Типа аюрведические практики проводят на пляжах. Мы вчера тоже встретили. Ну, мы туда не пойдем, мы и так нормальные вроде, да? Элина, сходите, напишите, пожалуйста. Знаешь? Возначение чувства благодарности может казаться, что он организованно и даже невозможно. Друг пришел. Вот сколько будем путешествовать, сколько будем это пить. Это, во-первых, полезно, во-вторых, у нас такого нету, а если бы у нас такое было, особо, когда же холодно, такого и не хочется. Во-первых, таких фруктов у нас нету. Они все спелые, сладкие, они кислые имеют. И сразу зеленые, да, сняли с дерева и приготовили. Сейчас идем к морю через такую аллею сельскохозяйственную. Такие растения, которые я еще ни разу в жизни не видел, даже не знаю, что это. И висят наверху кокосы всякие. Кстати, ты знаешь, что от этого вот кокоса гибнет больше людей, чем от акул. Поэтому надо вот так вот ходить здесь, в бигзаре, не нужно. Обходить кокосовое дерево, да? Точнее, дерево такое, это пальма. Кстати, я себя поймал на мысли, что сейчас вылезет какая-нибудь змеюка. Я всегда, когда в Беларуси, то, кажется, в таких зарослях будет что-то жить. Ну, классно вот жить на острове. Нету ни змей, ни собак. Собаки запрещены вообще на всех островах. И даже свиньи запрещены, даже свиней здесь нету. Вот что это такое? Это папайя? Папайя, да. Это могу... Папайя? Как вот этот остров 2 километра на километр может обеспечить полностью все Мальдивы фруктами и овощами? Я, если честно, слабо понимаю. Наверное, они здесь не по два урожая собирают, а вообще круглогодичные собирают. Вообще, я, если честно, не могу понять. Остров по площади вообще маленький, да? Плантация полуострова, и они снабжают... Я просто... Вопрос надо понимать, какие объемы, наверное. А тут уже больше, видишь, кусты. И плоды больше. А я так понимаю, что они снимают по чуть-чуть уже. Тут надо зигзагами ходить, чтобы обходить эти пальмы. Или вот так. Испугался, думал, удобрений столько. Нет, чернозем привозной. А это тепличка. Это, Валь, у нас теплицы, чтобы согреть. А здесь, наоборот, укрытие. Затеняют. Да, только все затеняют. Тут только влажные все, конечно. А, вот, смотрите, вот чернозем, вот эти мешки. Мешок сгнил, чернозем остался. Вот. И я заметил, у них все в мешках продается. Вот такие. Гравий продается в мешках. В мешках вот эти вот камни такие в мешках продаются. Такой трюк, только этот, Тарзан повторял. Нормально, не упал. А, так, грустно, я упаду. Всех воронку распугал. О, этот сансет, этот солнечный закат. На этом пляже камней нет, он длиннее людей больше. Здесь покупаемся, все обследуем. Возле нашего пляжа есть коралловые рифы. И там живет около 10 черепах. Мы каждый день ныряли и любовались ими. А акулы на Мальдивах есть, но они небольшие и не агрессивные. Наоборот, с ними часто плавают дайверы. И получаются отличные подводные фотосессии. А еще на Мальдивах можно купаться с гигантскими скатами. А возле скатов часто можно встретить манты. Это одни из древнейших животных на планете. Манты отличаются от других скатов своим дружелюбным отношением к аквалангистам. На Мальдивах можно посетить школы подводного плавания, где могут выдать даже международные сертификаты об огончании курсов. Но вы помните по старым видео, я очень часто люблю нырять с маской, люблю ловить раков. Поэтому мы просто сами поныряли, видели на рифах рыбы-клоуны, рыбы-ангелы, такие рыбы-скорпионы, рыбы-бабочки. И самое главное, я лично не видел ни одного морского ежа. Ежей я очень боюсь. Помните, как на Занзибаре я наступил на него? Очень здесь богатый подводный мир. Вот прямо сейчас ныряю, и рыбка при тебе плывет-плывет-плывет, увидела тебя, жух, как-то плавниками закаталась, одни глазки только торчат, смотрят. Или они особо не боятся, но если вот такая рыба, например, придет перед тобой, такая цветная, ты до нее только хочешь дотронуться, она так, жух, свой плавник. Типа, знаете, как свиньи такой горб, так они так плавник расширяют. Типа, я большая, не ешь меня, ты дальше за ней гонишься. И она, эта рыба, к тебе хвостом не поворачивается. Она вот держится так боком, типа показывает, что, типа, не влезу тебе в рот, я большая рыба такая. Интересно все-таки, черепахи плавают, просто вот тут на этом пляже 10 черепах. Где еще можно бесплатно поплавать с морскими черепахами, вот так вот просто. Не надо, это не экскурсия, это просто пришел на пляж и плаваешь с черепахами. Что здесь классно? Нету ни лодок проезжающих, катеров, да? Ни самолетов, никакого гула, тишина, спокойствие. На березонте нету ни водок рыбацких, как на Занзибаре, да? Точно, точно, а я... А еще знаешь, что мне нравится? Что? Нету ни одного морского ежа. Да? Ни одного, мы ж ныряли с тобой, ты видел? Не, ну я так не видел, да. Километр проныряли не было, а там же ж не ступить. Блин, ну, может мы еще увидим? А тот же Индийский океан. Я руками песок перебирал, перебирал. Смотрю, что-то шевелится в песке. Смотрите, это же настоящая креветка. О. А почему у нее лапки белые? Маленькая креветочка. Покресотная, наверное, маскировается. Дергается, так сказать. Сильная. Оп, оп, нифига вся. Поплыла. Я скажу, что на острове всегда будешь съедать. Креветки, храбы, там, кокосы, ананасы, бананы. Мы путешествуем втроем. Заранее вообще не обговаривали, сколько времени пробудем в той или иной стране. Мы даже не знаем, в какие страны поедем. Только знаем, что их будет много. Так вот, на этом острове нам захотелось остаться подольше. Мы пробыли три дня, договорились и побудем еще три дня. И чем дольше мы здесь находимся, тем дольше хочется здесь пребывать. Последние дни мы даже обувь не надевали. Представьте, несколько дней босиком. Босиком. Кто это? Краб. Почерник, который, да? Точно краб, смотри. Ну-ка, давай. Щелкни. Щелкни. Да ну, прям щелкни-то, таких раков. Пальцы сразу. Вот его нора. Они здесь живут, получается, метров... Сколько здесь? Метров пятьдесят. Это, может, кого-нибудь подальщик, да? Нет? Друзья, ну вы знаете, что посмотрите? Вот мы были на Мале, бутылка на бутылке. Здесь мы сейчас, вот на этом острове Тодо, здесь даже подметают вот улицы. То есть улицы подметают. Да, они не асфальтированы, потому что остров. Но здесь порядочек. Вот они, видишь, повырывали. Это их норма. А вот сидит рак еще один. Ой, краб. Давай на тебя теперь. Сильно. У-у-у-у-у! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо заколочка я хочу дома заколочкой вале поехали домой на хутор снежки крабик белка злата машка дашка они твой язык не понимают давайте здесь полчасика поста и насладимся и пойдем привет белочка сейчас я тебе дам ей кушать у меня как раз есть это местные шарики там же все ноши и белка наша тоже любит это рыбка посмотри также еще гоняет остальных точно это белка ты мне хотелось за палец ладно еще есть у меня они такие маленькие такие доечки маленькие всегда доечки это всех отталкивает она главное приходим с моря например вывешиваем купальники они даже за трое суток не могут из-за такой влажности здесь ладно купальники посмотрите сахар даже в упаковке влажный вот так вот такой здесь влажный климат вот так вот идешь смотришь вдаль и вроде бы как занзибар да но больше зелени и вот на заборах нет этих бутылок колючей проволоки то есть преступности нету а это зелененького а это гвоздика то есть вот местные вот сейчас кушают у нас угощают как это это получается орех гвоздиго и листик не вкусно не вкусно почему вы это кушаете а ну типа сбодряет наверно она просто становится прямо оно как острое да 3 джус манго оранж смузи а можно еще одну чисто вот попробовать отдельно дай мне тоже закусывали сейчас валя тебе не понравится вот так вот и жене да на тебе местный бутерброд хороший что это кушай вообще нормально это какая-то личинки чего то наверно а залпом бутерброд это все надо внести? ага ага сейчас бутерброд мы их объели а 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 спица какая-то чего не колдет не балдеешь? с пусть Может, это такой, типа, местный тунизирующий наркотик? Водку не пьют, то хоть что-то вот бодрит. Тут два оборудованных пляжа, и весь остров окружен рифами, поэтому волны там нет, а в этом месте рифа нету, и вот здесь хорошая волна с Игийского океана. Я такое люблю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вставай! Привет, ну простите, я думал я заказал маленькую тарелочку, я даже не смотрел на цену, но походу мы не рассчитаемся, смотрел seafood plate, ну думаю тарелка с морепродуктами, так это какой-то пахнос, два килограмма, ну в любом случае пока мы не съедим вставать нельзя, так причем помимо этого еще, еще два блюда. Слушай, мы вечно на еде попадаем, кушаем тогда. Мы то всякую ерунду с индейцами кушаем. Да мы обжираемся, ну что такое, мы не хотим. Баланса нету, нету баланса. Лобстер, слушай, я думаю за эту тарелку долларов 100 дадим. Это как бы мое блюдо, это твое, это валено. Дима, не знаю как ваша фамилия, как вы живете. Сейфуд 1500. Да, 100 долларов. Долларс? 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 Сто тридцать. Нормально вы хаваете. Тебе надо же предупреждать было, что такие тарелки большие. как-то скучновато здесь стало и вот смотри где мы там всегда народ цари сколько народу набрело поехали куда-нибудь другого места еще мало не поедем а поплывем где мы ты меня спрашиваешь ты говорил нормальное место у меня заплывет где мы поплыли нормальное то что надо антон вот сюда и хотел а если честно то мы конечно же сюда приплыли на лодке это маленький остров где нет местных жителей а только туристы давайте обследуем этот остров посмотрим где действительно интерес мне кажется этот остров будет чисто для таких вот поел поспал поел поспал нет да сейчас будет кормить и положить спать по времени на третий день здесь можно даже начать крюкать ха 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 ну попробуем что следуюFi здесь никто не успел спуститься записи А больше не потерять рано. Они все это знают. Мы имеем бесплатный Wi-Fi здесь, так что вы можете подключить. Если вы хотите паспорт, то есть паспорт там. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Говорит, что интернет, Wi-Fi в нашем отеле не имеет пароля. Действительно, как он может быть пароль? И зачем он нужен, если мы на острове? Никто не приедет специально на лодке, чтобы попользоваться Wi-Fi бесплатным. Так, дали какой-то напиток сразу. Что-то плавает такое серебристое. Прикольно, такой кисенький. Освежающий. Даже не знаю, что. Честно. По запаху. Вечно нас кормят, поят всякой ерундой. А вы переживали, что мы будем делать на этом маленьком-прималеньком острове? Тут даже караоке есть. Я же только русские пою. Ютуб же шли синхронат. Что хочешь? Сегодня будет шоу от Дмитрия. Щерничного. Мы с утра приехали на этот маленький островок. Ну как, мы думаем, что он маленький. И нас заселяют и сказали, ну извините, правило всех отелей мира в 12 выселения, в 2 заселения. И поэтому давайте в 4 часа пройдемся, обследуем остров. Вообще, что тут интересного есть? А что здесь интересного? Умера, ресторан и развлекуха. Слушай, тут развлекуха есть? А ты считай, как в Турции, на территории отеля. Это на острове. Привет. Меня так давно интересует. Вас уже русский матом научили. Лучше скажи плохим словам. А кальцирали демоны, да? Ну он тебе, ты не понравился, смотри, как он взвешен. Еще. Нормально. А, кусают. Кусаются, да? Нормально. Интересно, что, смотри, их 5 штук. И все они разного цвета. Это одна порода? Элита. Славать будешь? Да. Понял, что ты все аккуратненько делаешь. Смотри, он еще шелухой очищает. Смотри, он кусает. Смотри, он кусает. Он меня кусает за то, что я ему файку отдаю другим. Смотри. Смотри. Тебя тоже хотят есть. Держи. Смотри, смотри. А что ты такой обскубанный? Смотри, как я. Такое чувство, это самое главное. Смотри, а Элита защищает свою еду. Можно взять одну семечку, пожалуйста? Одну из него. Мне надо других покормить, вот этих. Подожди, вот этих вот драматных. Мне кажется, это главарь банды. Главарь банды. Смотри, смотри. По семечке, пожалуйста, кушайте. Больше меня кусать не будете? Ну-ка, давай. Больше не кусаешься? Когда тебя поглажу, подожди. Я тебя кормлю. Семочек нету. Нету семочек, но есть. Подожди. Семочек нету, видел, да? Боюсь все равно. Потому что у него клюв, как плоскобыльцы какие-то. Классно, почему? Как-то красивые коры. Хорошо, что они для петухи. Не бойся, это лысый такой, как я. Его можно гладить. Смотри, я буду его отвлекать. А что он так облезь, слышишь? О, гладишь его, да? Да. О, Валя к лысым находит ведешок. К лысым. Смотри, берешь, этому лысому доешь есть, и пока он ест, ты его... Дай поглажу тебя. Сзади, сзади, сзади. На, кушай. Ты будешь есть сегодня? Орел, орел лысый. Дай поглажу тебя, да, дай. Ладно, кусай. Ух ты, блин, ни хрена себе. На, тебе еще удался это, блин. Ножи. Просто называешь номер в твоей комнате, твоего домика, и выдают ласки, маску, маску, можно нырять. бесплатно входит стоимость а вот таких лобухов на ходу не было у нас дома таких нету семена можно будет место купальников здесь нет местных жителей и как бы так здесь вообще мусор где-то чуть-чуть если на малееву много на то чуть-чуть конечно же тут хозяина острова есть здесь ни одного местного жителя получается здесь только отдыхающие и и управляющий персонал все и что интересно мы здесь наверное шестой день до антон не было такого дня чтобы не шел дождь совершенно мне кажется мы уже потерялись два дня мне кажется уже день на 7 8 у нас пошел я тоже я плюну честно если честно за потеряли потеряли но дело в том что посмотрите какие мальдивы зеленые потому что тут дожди идут вообще каждый день причем они в основном идут вече вечером и ночью ну если мы вот вечером заставали это мы вот пришли с антоном вот так вот это удовольствие идет теплый дождь но у нас за все лето так но один-два раза бывает до году и теплый потому что был теплый дождь кажется там не буду выходить на самом деле выходишь и удовольствие получает как у нас есть карта острова мы прибыли сюда вот это рецепшен нет мы сейчас идем вдоль этих домиков я думаю мы где-то вот тут вот уже ну сейчас увидим из-ка эта терраса идет возможно да вот тут мы где-то сейчас можно да да то есть и клиника своя и рестораны свои и получается и даже шоп гост жопота здесь сувениры продают ресторан но и весь остров обошли за 5 минут 5 7 это получается нам на тоду здоровом острове было скучно здесь будет еще хуже сколько нам надо будет обойти чтобы на норму мы стараемся по вечерам уходить даже здесь 20 месяцев здесь чем уходить маленький остров маленький наш прохладный номер но друзья он тут все включено этот номер стоит 500 телевизор вентилятор большая кровать шкаф чайник холодильничек есть ну получить получается друзья номер дороже чем на острове тоду в 10 раз в 10 раз я вам скажу что это еще дешевый номер потому что такие на минуту тут есть острова на которых сутки стоит и 5 тысяч и 10 и 20 тысяч это не здесь дорого это на тоду было дешево вот такая вот ванна туалет и души ну мы здесь пару дней поживем и оценим скажем вам где было лучше из окна вид на море но море мы слышать не будем потому что у нас будет включен постоянных кондиционер на тоду выходили просто босиком а на резорте можно прям с номера выходить в полами потому что море близко это конечно издевательно с зрителями пол ролика одну еду показывать но мы должны показать чем нас здесь на этом острове кормят потерпите еще чуть-чуть и все давайте просто пробежимся рис рис коричневый мяско с тартар соусом фиш а рыба эгг карри овощи это у нас обед и сегодня любимый антона суп крем-томата класс кстати ужин лучше почему-то чем обеды на ужин и храбов дают и креветки дают а так вот почему-то обед так вот так чтобы нам не обедаться мы с антоном только что сделали 10 подходов по 15 раз отжиманиями а я может я тебя тоже сделала просто тебя в кадре нет и я протянул по стакану воды его сейчас найдем с рухтиками и только и уже потом если что там влезет то уже было только мясо дыня вроде зелененькое но кто-то сладкое холко спила дыня вроде зелененькое но какое-то сладкое холко спилое В общем, не голодаем. Хотя и на Тодду тоже много было чего покушать, очень много. На Тодду только один минус был. Там мало овощей. Кстати, пост на острове выращивается много пустов, но овощей там не хватало. Тут самая главная проблема не переесть. Всего чуть попробуем и пойдем опять в море купаться. Потому что здесь больше заняться нечем. Свинину мы давно не ели. Ни в Абу-Даби, ни на островах. И, наверное, не скоро поедим. Баранина! Привет! А чего? А Яна уже с этим попугаем подружился. Смотреть. Заходи ко мне, дружи. Заходи. Давай, дружи. Не-не. Садись, садись будем, дружи. Хочешь ко мне на руку? Пошли. А к тебе идет. Он еще и укусит меня, хочет. Ну, он и укусит, и пойдет. Ты укусить хочешь, и съесть хочешь? Да ты больно кусаешься. Ого! Я с тебя на цвете. Садись на меня, будем дружить. Становись. Становись. Ты хороший. Слушай, ты вот, наконец-то у меня появился нормальный друг попугай. Не, я хочу тебя путать. Ты что, видишь, как тебе соловесило? Хочешь меня один раз укусить? Да. Один раз. Один раз кусай. Потому что... Слушай, вроде нормальный пацан, но что кусаешься? Их так туристы достали, что они вот, они поэтому и кусаются. Ладно, садись, стоза. Садись. А он же пытается укусить еще, видишь? Пощупить. Я положу, чтобы ты не кусал. Ну, ты крутой, а чумаска. Ты еще и танцуешь? О, да-да-да. Не кусай. Больно же. Он пытается укусить. Ну вот, побыли мы пару дней на этом резорт-острове. Какие вообще можем сделать выводы, Антон? Что скучно? Первое, что скучно. Просто скучно. Тут скучновато. Тут, вот именно тут должны отдыхать, знаешь что? Такие люди. Такие вот бизнесменные, которые целый год работали. С утра до вечера на телефоне были за рулем в этих пробках. И ушла приехать и так вот недельку перезагрузиться. Вот ты вот. Просто тут распорядок дня. Завтрак, покупался, обед, поспал, ужин. Завтрак, еще до десяти поздний завтрак. Потом обед, а потом уже ужин. Да, тут между завтраками, ужинами и обедами тут проходит буквально час. Ну, такое вот. Ну, есть такие категории людей, что здесь действительно... А мы ехали путешествовать, поэтому нам скучно. Мы... Нам до такой степени маленький этот остров, что мы уже с Антоном по вечерам просто отжимаемся от пола, чтобы куда-то энергию свою деть. Кстати, Антон такой полненький, полненький. А 20-30 раз отожмется, нечего делать. Худим. Да, между прочим. Если так вот смотреть, то это больше подойдет даже для больше семейного отдыха спокойного. Если молодые пары, единицы, да, то есть такой... Ну, резорты, да. Ну, вот мы на это коротко сходили, тоже с души. Нам надо путешествовать. Каждый день был, не был похожий на следующий. Потому что я знаю, что завтра здесь будет. Завтра будет то же самое, что и было сегодня, что было вчера. Особенно ты знаешь, что на завтрак, но уже точно знаешь, что то было. А мы, кстати, уже купили билеты на Шри-Лан. И я уже жду, не дождусь, пока отсюда уеду. Нас тоже уже там ждут. А вообще, если так, в целом, Мальдивы, это действительно райские острова. Это теплые, красивые, голубой океан. Это белоснежный песок. Это хорошая погода, это зеленые острова. Ну, так вот для путешественников, кто сюда первый раз поедет, действительно, в столице, на Мале не оставайтесь даже на час, с аэропорта сразу по островам. На таких островах, резортах в 10 раз дороже, как для меня здесь нету... Как-то вот здесь даже... Я скажу по-другому. Резорты, если ты приезжаешь, это как Турция. Особенно, если ты берешь там полный пансион, либо все включено. Это как Турция в Египте. Тебе есть кормят, ты там купаешься, какое-то развлечение, анимация. А вот, когда мы ездили на именно локальные острова, да, ты попадаешь, как в Европе. Ты путешествуешь, население местным знакомишься. Это, ну, немножко атмосфера другая. Какой такой Тур увидишь, да, смотришь, как они живут, смотришь, какие растения не садят. Это интереснее. Там хоть велосипеды выдавали и то, мы 3 раза в день этот остров выйдем без велосипедов, а тут вообще... Нет, есть острова, которые чуть побольше, там тоже можно на велосипеде где-то проходиться. Но, опять же, это, похоже, был больше такой отдых, вот так отельный в Турции. То есть тебе все, сервис все дают, ты отдыхаешь, все. Ну, развлечений здесь нету. Нету архитектуры, нету музеев, нету каких-то памятников, нету... Здесь развлечение, это сама природа. Природа, как на островах, и природа, как вот именно в подводный мир. Здесь экскурсии обалденные манты, то есть и рифовые акулы. Черепахи, да, здесь подводный мир здесь классно. Кто любит подводный мир, понырять, дайвинг, сноулинг, здесь просто реально рай. Так что, здесь уединяешься с природой. Я бы сказал, что это... Если понравилось видео, длинное, преддлинное, оно наконец-то дошло до конца. Всем пока, все, Майки. Пока-пока. Пока-пока. Как-то скучновато здесь стало. И народу как-то много появилось. Может, Антон, поедем на другой остров лучше куда-нибудь? Ты в этом уверен? Мы не поедем. Всем привет. А у нас тут зима началась. Снег метет. Черничков машину уже замело. Тихо. зима. Недрано. Аминь. Аминь. Да. Так. Это, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok